Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Знойное лето причина роста инсультов. Сколько времени у врачей на спасение жизни? Новый виток многолетнего конфликта. Куда и когда переедет костный завод, от производства которого в восьмой год задыхаются жители Боровихи? Теперь ремонт на отчетной стороне. Водители просят быть внимательными на красноармейском. Движение здесь опять поменялось. Но вначале в Барнауле за один день выпало почти 30% месячной нормы осадков. Накануне город накрыл мощный ливень, который подтопил несколько улиц. Вода зашла и в дома жителей города. В некоторых районах были зафиксированы отключения электроэнергии. Такими кадрами барнаульцы делятся в соцсетях. Конкретно плывем. Вот так вот. Вот посмотрите, что происходит. И куда вся вода бежит. Изумительно, восхитительно. Куда? Подъезд. Вон еще один смельчак плывет. А этот все. Приплыл по ходу. В мэрии сообщили, что на сегодняшний день последствия непогоды устранены. В ближайшие два дня в краевой столице возможны кратковременные дожди и грозы. В МЧС вновь предупреждают об аномальной жаре, которая будет держаться неделю. С завтрашнего дня до 29 июля температура воздуха составит 30 градусов и выше. А между тем, жара увеличивает риск инсульта. Так, барнаульские неврологи констатируют, что этим летом во время волны зноя резко вырастает число пациентов, у которых диагностируют острое нарушение мозгового кровообращения. В преддверии очередного периода жары и во всемирный день мозга, о том, почему инсульт молодеет, как лечат пациентов с повреждениями головного мозга, а главное, как распознать опасное заболевание и сколько времени есть на спасение человека с инсульта. В тот момент было головокружение просто все равно. Резкое, сильное? Резкое, да, головокружение. Со мной такого никогда не было. Андрея Кузнецова из Троицка, врачи нервно-сосудистого отделения больницы скорой медицинской помощи номер два, считают счастливчиком. После инсульта острого нарушения мозгового кровообращения в свои 55 восстанавливается на удивление быстро. А так бывает нечасто. Зато все чаще инсульт встречается. Причем мозговой удар поражает уже не только пожилых. Больные поступают и поступают, и поступают. Из районов еще приезжают. Недавно у нас лежала девушка 22 лет. Вот сегодня поступил 44-летний пациент. До этого тоже 40-летняя женщина поступала. То есть, ну, каждую неделю один-два пациента есть совсем моложе 50 лет точно. За год только через отделение БСМП-2 проходит в среднем 1300 пациентов. При инсульте сутки в реанимации после многомесячного восстановления. И это далеко не самый худший сценарий. При серьезных кровоизлияниях в мозг и обширных поражениях нервной ткани пациентам грозит операция в региональном сосудистом центре. Летальный исход не исключен. Причем и без хирургического вмешательства. Причин, которые вызывают инсульт и влияют на его исход, масса. Возраст, генетика, сопутствующие болезни, стрессы, переутомления. Лечение у них достаточно сложное. Все зависит от того, насколько рано все выявили. Интенсивно начали их лечить, наблюдать, диагностировать. И очень большое значение имеет реабилитационный потенциал у этих больных. Один из серьезных факторов риска инсульта, говорят врачи, – жара. Впрочем, куда важнее знать не столько причину острого состояния, сколько то, как действовать при нем. Шансы спасти жизнь, восстановить речь и двигательные функции возрастают при ранней госпитализации больного. Первые 4,5 часа считаются золотыми для инсультников. Острое головокружение, нарушение речи, глотание, двоение в глазах. Если слабость есть в руке, в ноги, либо по одной половине тела. Нарушение чувствительности, тем более потеря сознания, это, конечно, стоит вызывать скорую помощь. Реабилитация после инсульта занимает в среднем 2 года. Ее проводит мультидисциплинарная бригада врачей. Реабилитолог, кардиолог, логопед, нейропсихолог, инструкторы ЛФК. Сейчас начнется тренировка в пассивном режиме. Просто держим руки и ноги на педалях. В отличие от многих других органов, говорят неврологи, мозг восстанавливается медленно. Чтобы завести его, все время совершенствуют методы стимуляции. К примеру, довольно эффективно восстанавливает речь применяемая сегодня транскраниальная магнитная стимуляция. Но в любом случае, болезни нервов лучше профилактировать, чем лечить. Для того, чтобы изберечь свои нервы, я думаю, все-таки нужно нормализовать режим труда и отдыха. Нужно отдыхать от каких-то эмоциональных потрясений, от сложенных трудовых отношений, в целом от труда. Так уходить в отпуск стоит минимум на три недели, утверждают врачи. Иначе нервная система просто не успевает перезагрузиться. Многие медики советуют и в целом пересмотреть образ жизни. К слову, один из перенесших инсульт уже твердо решил отказаться от вредных привычек. Особенно курение. Решили бросить? Уже бросил. Честное слово, всем советую бросать курить. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Восьмилетний конфликт между жителями Боровихи, Первомайского района и Костным заводом получил новый виток. Напомним, точкой предкновения стал невыносимый запах, который распространялся по всему селу из-за работы предприятия. Спустя годы заводу по производству костной муки нашли участок, куда он мог бы переехать. Актуальную тему обсудили на собрании совместно с жителями села. Так куда хотят переселить предприятие и как скоро жители начнут дышать свежим воздухом? Смотрите в следующем сюжете. Что творится там ночами и вечерами, когда этот дым идет непонятно как. Почему мы задыхаемся? Почему наши дети задыхаются? Это продолжение нашумевшей истории с Запашком. Жители села Боровиха уже не первый год бьются за возможность дышать полной грудью. Лето, жара, духота и мы с закрытыми окнами. Дышать нечем абсолютно. Напомним, источник смрадного запаха – местный завод по производству костной муки. Два года назад на встрече властей и депутатов решение было найдено. Однако быстро его воплотить в жизнь не получилось. Там решили конкретно, что завод получает от администрации Первомайского районного участка и переезжает на новое место. И конфликт на этом исчерпан. Все. Но нам сказали, что нужно будет подождать около года. Мы люди послушные, доверчивые. Мы ждали год. Потом прошло полтора года. Звигов никаких нет. Теперь прошло два года. Мы 8 лет задыхаемся от этой бони. У меня инфаркт был. Вот. В этот раз, в начале июля, у меня была температура 39. Я не могу окно открыть. Я горю огнем, а там такая огонь стоит. Эти баталии развернулись сегодня на собрании с жителями села. По словам администрации Первомайского района, пришло время подвижек. На сегодняшний день администрации района нашли земельный участок. Это в границах Зудиловского сельсовета. И прошли уже публичные слушания. Сейчас рассматривается вопрос о том, когда мы этот участок занесем в генплан с видом деятельности, который ведет данное предприятие. Это время требует. И поэтому мы сейчас все это... По словам Натальи Ишайкиной, оформление документов займет порядка четырех месяцев. Участок расположен на территории Зудиловского сельсовета в трех километрах от поселка Волга, что соответствует всем нормам. Костный завод на переезд согласен. По словам администрации, четыре месяца я, конечно, думаю, что это займет намного больше. Мы не можем ничего сделать, не можем сдвинуться с мертвой точки, потому что нет привязки к земельному участку. Как только вопрос будет решен, будет решаться вопрос по проектированию нового завода и по переезду на новый земельный участок. Затем срок строительства, потому что мы не можем переходить в голое поле. Нам нужно возвести хотя бы первоначально каркасные легковозводимые здания, чтобы перевести оборудование. Оборудование, которое сейчас используется на заводе, оно мобильно. Однако пока людям все же приходится вдыхать зловоние. Правда, нельзя не отметить, что завод провел модернизацию оборудования. Уложения составляют порядка 15-17 миллионов на сегодняшний день. Это вот за 2023-2024 год. Это новый лапс, который пришел с Китая 15 июля. Также мы в январе провели модернизацию котельной, купили новый котел и полностью его ввели в эксплуатацию, которая позволила сократить выбросы и затраты по углю с 5 до 3 тонн, что должно повысить экологическую ситуацию, улучшить экологическую ситуацию. Моя задача, как депутат, взять на контроль все-таки по перемещению этой территории, чтобы все согласования, администрация закончила, чтобы все были приняты решения, и он отсюда уехал. На собрании жители также задали интересующие вопросы касательно санитарной зоны, откуда идут отходы и другие, и договорились обсудить с заводом пересмотр графика работы в праздничные дни и ночное время, чтобы хотя бы в эти дни до переезда дышалось полной грудью. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в 9 вечера в Барнауле перекроют движение транспорта на четной стороне проспекта Красноармейского от улицы Песчаной до Папанинцев. Причина – продолжение ремонта по модернизации канализационного коллектора. В минувшее воскресенье, 21 июля, специалисты завершили ремонтные работы на нечетной стороне и начинают ремонтно-восстановительные работы по четной стороне проспекта Красноармейского. На сегодняшний день у нас выполнена укладка 22 метров футляра железной трубы диаметром 1200. Восстановлено благоустройство по нечетной стороне. На сегодняшний день мы планируем с 21.00 перекрытие движения по проспекту Красноармейскому от улицы Песчаной до Папанинцев. Оставшиеся работы под дорожным полотном – это у нас укладка 12 метров футляра и устройство диаметром 800 полиэтиленовой трубы канализационного коллектора номер 6. Отметим, что работы по замене коллектора должны увеличить надежность системы и исключить в будущем провалы дорожного и трамвайного полотна. Работу планируют завершить к началу августа. Напомним, движение общественного транспорта в связи с работами будет осуществляться в реверсивном режиме по нечетной стороне проспекта. Общественный транспорт здесь будет двигаться по выделенной полосе встречного движения. Валентина Аскерова, День с толком. Новый жилой квартал появится в Барнауле. Компания «Мой дом» начнет строительство в ближайшие дни. У будущего дома знакомое название «Меланж». Около 250 человек собрались в здании классического вуза, чтобы первыми узнать подробности. Яркий цвет фирменного стиля дома квартала «Меланж» – символ того, что и жизнь может стать ярче в комфортных условиях. Приглашенные гости, представители сферы недвижимости и первые лица строительной компании «Мой дом» встретились на закрытой презентации нового жилого квартала. Примерно так может выглядеть город благодаря квартальной застройке. Оптимальная высота зданий – 9 этажей. Множество разнообразных планировок квартиры смогут удовлетворить не только базовые потребности жильцов, но и учесть индивидуальные особенности, сценарии жизни будущих собственников и тягу к эстетике. Это место действительно очень интересное. Дело в том, что оно находится в старой такой части города, где давно не строилось ничего нового и свежего. Действительно рядом находится и парковая зона, которая сейчас очень интересна нашим жителям города Барнаула. Рядом находятся школы, поликлиники. Конечно же мы учитывали контекст, который там есть, не могли повторить предыдущий проект, который не нами предлагался, высокой застройки, плотной, его называли еще горизонтальный небоскреб. Много было споров в отношении этой площадки. Мы, кстати, с ними столкнулись на определенном периоде, но и показали, что мы скорее с другим подходом сюда пришли. В уютном дворе, утверждает застройщик, чувство открытого пространства не потеряется. Все продумано до мелочей. У нас за счет того, что паркинг примерно на высоту человеческого роста чуть-чуть приподнят, сами ландшафты, отделка торца этого паркинга, мы и зонируем пространство. Поэтому мы здесь и не наблюдаем заборов никаких. Когда компания только зашла в Барнаул, сразу задала такой тренд, что можно без проблем попадать на стройку, чего у наших застройщиков никогда не было. Сразу показали всю стройку в разрезе, можно было увидеть, из чего стены, какая будет чистовая отделка, какие окна, какие двери. Это очень сильно помогло клиентам определяться именно на нулевом цикле строительства. Фасад здания в общественной зоне сделают из долговечного клинкерного кирпича. Двухуровневые квартиры со вторым светом и окна в ванной для Барнаула уже становятся нормой жизни. Хотя многих клиентов все еще удивляют. Застройщик говорит, что балконы лоджии и террасы в Меландже станут местом отдыха, а не складом для вещей. Кладовые тоже есть, но расположены не в квартире. Их можно приобрести отдельно по желанию. Так или иначе, стандарты и требования к жизни у людей меняются, растут, и мы не можем не реагировать на них. И вот в частности, в новом проекте «Меландж» мы в том числе опирались на потребности, на ожидания людей. Сейчас на квартире в Меландже уже действуют льготные ипотеки банка «Дом.РФ» от 2,9% до конца строительства, а также рассрочка под 0%, где первый взнос – 30% от всей стоимости квартиры. Сдача дома рядом с парком запланирована на конец 2026 года. В парке «Юбилейный» проходит самый масштабный этап благоустройства. На него выделено порядка 130 миллионов рублей. Уже к осени на территории появятся роледромы, памп-треки и другие площадки для активного отдыха. Подробнее о том, как парк обретает вторую жизнь, расскажем далее. Есть у нас площадки и для игры в бадминтон, настольный теннис, большой теннис, баскетбол, футбол, волейбол. «Юбилейный» продолжает наполняться. К парку площадью 60 гектаров сегодня особое внимание. Накануне ход работ в «Юбилейном» проверил глава города Вячеслав Франк. В этом году в парке проходит самый масштабный этап благоустройства. Стоимость работ порядка 129 миллионов рублей. В парке появятся две большие площадки для выгула собак, высадят более 140 деревьев, продолжат работы по устройству наружного освещения и пешеходных дорожек. Но основной упор на этом этапе – строительство площадок для активного отдыха. В основном третий этап предполагает усиление территории спортивными объектами для спортивного отдыха. Это и детские игровые комплексы. И также у нас и экстремальные виды спорта предусмотрены будут в этом парке. Это и роллер-дром, и памп-треки. На сегодня мы оцениваем те работы, которые выполняются в рамках третьего этапа. Это 30%. Но опасений никаких нет абсолютно. Сейчас начинается самая активная часть благоустройства. Все работы планируется завершить в октябре. Напомним, преображение парка началось в 2022 году. За это время сделано многое. На прошлых двух этапах в юбилейном обустроили дорожки – велосипедные и беговые. Смонтировали наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Установили лавочки, урны. Высадили более 750 деревьев и кустарников. Впереди финальный четвертый этап. Мы на следующий год выделяем сюда... Ну, посмотрим, еще смет пока нет. Условно, где-то порядка 20 миллионов. Но это будет направлено уже на благоустройство и озеленение. Говорить, что с учетом того, что четыре этапа пройдут и закончатся – нет. Парк – это живой организм. Он всегда будет жить. В нем, я надеюсь, будут появляться новые площадки. Также прямо сейчас ведутся работы и в других парках города – в Изумрудном, а также в бывшем парке имени Ленина. Добавим, что в этом году на создание комфортных городских пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда» из федерального, краевого и городского бюджетов было выделено более 200 миллионов рублей. Ирина Корчагина. День с толком. В Бурнауле стартовали шукшинские дни на Алтае с деловой программы. Какие возможности дает нейросеть режиссерам, сценаристам и в конечном итоге зрителям – обсудили там, где обычно ведут диалог бизнесмена. Не останутся ли без работы талантливые люди, ведь нейросеть теперь сама может написать даже сценарий фильма. Подробнее далее. Все прекрасно понимают, что создание путики стоит 2 миллиона долларов, маленьких периметражек, не меньше. Типа 120 тысяч и 2 секунды стоит. Но когда делаем, как у нас есть отдельное направление, если довольно простое – 30 тысяч секунд, не меньше. Благодаря нейросетям труд кинематографистов может стать дешевле. Гости шукшинских дней на Алтае рассказывали всем интересующимся о новом инструменте в работе. Не только над созданием видео, изображений и звука, но и над созданием шаблона сценария. «Меняются не сами методы решения, а вообще целиком подход, где раньше стоимость одной цены могла доходить до 100 тысяч долларов или миллиона долларов. Сейчас эта стоимость в сотни и в тысячи раз по цене становится ниже. Это, соответственно, влияет на количество контента, который будет появляться просто в рамках в мире, в информационном пространстве. Но важный параллельный момент, что теперь доступ есть у каждого». За три дня программы слушатели смогут создать свое аудиовизуальное произведение с помощью нейросетей. «Я боялась, что нужно будет создавать какое-то компьютерное чудо. Но если по поводу сценария, то, наверное, это интересно. То, что я сегодня прослушала, для меня понятно. Не опробовано еще, но понятно. И мне бы очень хотелось попробовать. Я думаю, что я это с азартом буду делать». Ведущие деловой программы о нейросетях рассказывали подробно, в том числе о том, что они бывают разные для математиков, художников, психологов и так далее. Позволяют генерировать даже фантастические изображения, и это возможность в разы сократить время работы мультипликатора. Появляются и гиперреалистичные работы, когда мы можем увидеть, к примеру, постаревшую принцессу Диану и Лимону Лизу в полный рост, будто Леонардо да Винчи ее дорисовал. Чем точнее формулировка запроса, тем ближе к желаемому получится результат. Но компьютер до сих пор несовершенен, и ошибки робота исправляют вручную. Те же технологии позволяют создавать дипфейки и обманывать. Говоря об этике, профессионалы уверены, что на любое зло найдется и добро. Нейросеть работает на основе экспертной оценки, то есть человеческого мнения. В базе данных, которая собрана людьми, ограниченное количество шаблонов для любого нейротворения. Все рецензии, рекомендации, сценарии, они будут очень похожи, если будем юзать чат GPT. Но потом каждое СМИ или каждый человек научится находить даже в искусственном интеллекте уникальность. Ну и самое главное – оставлять за собой право финальной редакции, чтобы текст был уникальным. Пока человек пользуется шаблонами нейросетей, он создает новое из старого. Но когда у нейросетей заканчиваются идеи, восполнить базу способен только человек. Дарья Ярошина, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершении сотрудники МЧС спасли жителей Заринска от маленькой змеи. Обеспокоенные люди заметили во дворе змейку и вызвали специалистов. Сотрудники пожарно-спасательной части вывезли змею за город, там ее отпустили на полю. А на этом у меня все новости. Спасибо, что нас смотрите очередной выпуск завтра в это же время на телеканале Толк. Я напомню, для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok